Ни мост не починить, ни дыры на дорогах залатать. Под угрозой запуск отопительного сезона. Жизнь в Семилуках как будто замерла. Все из-за того, что в городе уже более полугода отсутствует мэр. А без его подписи застыли буквально все дела. Дворы зарастают мусором, контейнеры не вывозят. Без руководства, рассказывают жители, перестал функционировать и общественный транспорт. Например, маршрутку в микрорайоне Новый пассажиры не видели уже несколько недель. Еще один пример – мост на даче Башкирцева, связывающий один из микрорайонов с центром Семилук. Средства на его ремонт есть, а вот использовать их без подписи городоначальника нельзя. В результате жители вынуждены ходить в обход, а это 5 километров по обочине дороги. Та же ситуация и с асфальтом. Ямы и колдобины почти на каждой улице. Со всеми этими проблемами простым людям и обратиться не к кому. Выборы мэра Семилук в очередной раз провалились из-за нескольких депутатов городского совета, фактически создавших оппозицию. Они ратуют за своего человека – Александра Телкова, а потому проигнорировали сессию по избранию главы горсовета и назначению исполняющего обязанности мэра. Ни на какой диалог не идут и стремятся поставить во главе города своих людей, ориентированных на достижение личных интересов. В Семилуках рассказывают, сторонники Телкова пытаются всячески затянуть процесс избрания главы. На предпоследнем заседании даже испортили бюллетени для голосования. К решению проблемы подключился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Ему оппозиционные депутаты пообещали провести процедуру по назначению человека, временно исполняющего обязанности местного мэра. Однако на словах одно, на деле другое. Уже на следующий день половина из присутствовавших на совещании депутатов городского совета, а именно Евдокия Масачихина, Наталья Коноплина, Александр Телков, Андрей Мельник и Надежда Соломахина, не явились на заседание по выбору председателя городского совета. Тем самым сорвав голосование. Более 40 субъектов остановлено не могут функционировать и по земле, и по имуществу, и просто по транспорту наступает так называемый коллапс. Особенно интересно и тревожно это зимний период подготовки к отопительному сезону. Необходимо оплачивать за газ, за электричество, за все коммунальные услуги, которые платежи сейчас висят, ничего не оплачивается. Прежде всего страдают люди, простые люди, которые каждый день ездят по этим дорогам, по бездорожью, когда во дворах мусор, грязь. Это прежде всего сказывается на простых людях наших.